В детстве о своём мотоцикле мечтал каждый. Сегодня время воплощать мечты в жизнь. В наших программах мы покажем вам тест-драйвы мото-новинок, сюжеты о людях, которые выбрали жизнь на двух колёсах, и репортажи о мотосоревнованиях. Так уж повелось испокон веку, что туристические эндуро выпускаются в среднем и старших кубатурах от 600 кубов и больше, и практически нельзя найти туристический мотоцикл в классе до 400 кубических сантиметров. Однако же тренд последних лет всего мотопрома – это 300-кубовые мотоциклы, и они есть в модельных линейках практически всех производителей на сегодня. Но все эти мотоциклы относятся к асфальтовому классу, и поскольку природа и рынок не терпят пустоты, в природе не могло не появиться 300-кубовых мотоциклов других классов, и пока все остальные производители только собираются выпустить свои новинки, и Кавасаки уже представила и начала продавать свою версию маленького туристического эндуро Versus X300. Это программа «Два колеса». Меня зовут Павел Курлапов. Поехали! Но сначала немного истории. Слово Versus, или если быть точным, VRSys – аббревиатура от Versatile System. Вольно можно перевести как «универсальная система». Versus 650 стал одним из первых кроссоверов в индустрии и снискал довольно широкую популярность. Несколько лет назад увидел свет и литровый Versus, а трехсотка закрыла последнюю вакансию семейства. Двигатель Versus 300, естественно, также получил от своего донора. Здесь установлен 296-кубовый двухцилиндровый рядный двигатель от мотоцикла Ninja 300. Двигатель по-спортивному очень крутильный. Красная зона на тахометре начинается с 12 тысяч оборотов в минуту, что, конечно же, не очень характерно для мотоциклов, предназначенных и для езды по бездорожью. Еще одна характерная особенность этого мотора – это сдвоенные дроссельные заслонки. Для того, чтобы сделать отклик двигателя более резким, более быстрым, и чтобы двигатель лучше набирал обороты, необходимо увеличивать диаметр дроссельной заслонки. Однако, если сделать его слишком большим, мотоцикл станет излишне нервно реагировать на ручку газа. Именно для того, чтобы сгладить вот эти нервные реакции двигателя на команды пилота, и сделана вторая дроссельная заслонка, которая управляется электроникой. Рабочий объем двигателя составляет 296 кубических сантиметров. Мотор довольно короткоходный. Диаметр цилиндра и ход поршня составляют 62 и 49 миллиметров соответственно. И благодаря этому мотор очень высокооборотистый. Максимальная мощность 40 лошадиных сил достигается при 11,5 тысячах оборотов в минуту. А пик крутящего момента в 25 ньютон-метров приходится на 10 тысяч. Плюс ко всему здесь установлена, как говорят инженеры Кавасаки, система помощи выжима сцепления. Правда, они не говорят, как она устроена. Тем не менее, факт остается фактом. За более чем 20-летнюю практику управления разными мотоциклами, более мягкого рычага сцепления я не встречал нигде и никогда. Ходовая часть Versus при первом изучении также вызывает достаточно большой ряд вопросов. Потому что она никак не выглядит, как принадлежащая мотоциклу для бездорожья. Так, например, спереди установлена самая простая нерегулируемая вилка с диаметром перья в 41 мм и ходом всего-то 130 мм. Сзади установлен нерегулируемый амортизатор, хоть и оборудованный фирменной Кавасачьей системой прогрессии, но ход ее тоже далеко не рекордный – 148 мм. Клиренс мотоцикла составляет практически дорожные 180 мм. Весь этот арсенал очень сложно назвать действительно внедорожным. И как все это поведет себя даже на таком легком бездорожье, мы сейчас и проверим. Даже на самой лайтовой грунтовке подвеска Versus сдает. Ее хоть и не пробивает на каждой кочке, но энергоемкости катастрофически не хватает. Говорить о более интенсивном режиме движения, чем на цыпочках, вообще не приходится. Мотоцикл теряет управляемость, взлетая над ухабами. Гидравлика не справляется даже с простейшими волнами, да и ходов подвесок для оффроуда маловато. Словом, настройки сугубо асфальтовые. Да, название полноценной эндуро Versus 300, конечно же, не тянет. Как и его старшие братья Versus 650 и 1000, 300-ка это совершенно честный полноценный кроссовер. Но кроссоверы должны показывать отличную выучку на асфальте. И именно туда, на твердое покрытие, мы и отправляемся. Как только выезжаешь с грунтовой дороги на асфальт, еще острее чувствуется то, что Versus это все-таки на 90% асфальтовый мотоцикл. Пусть он и пытается притвориться вседорожником или мотоциклом двойного назначения. Сразу дает о себе знать характер двухцилиндрового, крутильного, форсированного мотора. Он отлично тянет и с низких оборотов, но, конечно же, раскрывается максимально где-то к середине диапазона. И в верхней части тахометра он также не пасует, поэтому можно смело крутить газ. Подвеска, также пасовавшая на даже небольших ухабах на грунтовой дороге, на асфальте начинает себя вести как совершенно стандартная асфальтовая подвеска бюджетного малокубатурного мотоцикла. На асфальте подвеска также не обнаруживает каких-либо сверхспособностей. Ее предел – спокойное перемещение по дорогам в режиме водителя первосезонника. 41-миллиметровая вилка в более-менее быстрых поворотах начинает плавать. Сказывается недостаток жесткости накручения. В общем, никаких спортивных амбиций, только перемещение из пункта А в пункт Б с возможностью залезть на бордюр. По эргономике стоит совершенно отдельно сказать. Эргономика маленькой трехсотки построена совершенно четко на взрослого европейца. Я с ростом 188 сантиметров располагаюсь за рулем совершенно спокойно, а вот с сидением создатели мотоцикла явно прогадали, потому что плавка здесь довольно узкая и ужасно жесткая. Это, опять же, первый мотоцикл, у которого настолько жесткое сидение. Я имею в виду первый в рейтинге жесткости сидений. Пожалуй, более жесткие лавки я встречал только на чистокровных красочах. Но если уж этот аппарат претендует на звание мотоцикла для путешествий, то, конечно же, сидение должно быть несколько шире и, самое главное, несколько мягче. Зато приятно удивила геометрия по рулю подножкам. Вставая на подножках на оффроуде даже на более кубатурных аппаратах, мне часто приходилось сутулиться. Руль установлен слишком низко, но на «Версусе» я смог расправить спину и встать в полный рост. К тормозам никаких претензий нет. Спереди один диск, сзади один диск. Тормозные механизмы НЕСИН работают очень адекватно, плавно, ровно и прогнозируемо. Естественно, на мотоцикле установлена система АБС. Без нее сегодня никуда. Но тут не обошлось без ложки дегтя. АБС неотключаемая, что для мотоцикла с претензией на внедорожность совершенно непростительно. При езде по песку или по скользкой размокшей земле, по траве, антиблокировка может серьезно осложнить жизнь пилоту. Ну а в общем и целом, конечно же, чувствуется то, что Кавасаки – это все-таки фирма с большими давними традициями, то, что они умеют делать мотоциклы. И, в общем-то, становится совершенно понятно, за что компания Кавасаки и российские дилеры этой фирмы просят 431 тысячу рублей, что, конечно же, по меркам класса тоже абсолютнейший рекорд для России. Сможет ли «Версус» повторить успех «Ниндзя»? Мне кажется, вряд ли. И не потому, что мотоцикл плох. Он действительно классный. Но вот ценовая политика российского представительства Кавасаки может серьезно подпортить продажи, учитывая, например, то, что уже этой зимой в Россию приедет BMW 310 GS, и цена на него будет значительно ниже. Да и другие производители не заставят долго ждать свои вседорожные трехсот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова